Уважаемые зрители, программа «Культурная контрреволюция» сегодня, несмотря на то, что мы идем в пилотном режиме, выходит к вам в прямом эфире. И сегодня всех нас, вне зависимости от нашего духовного, культурного и социального развития, безусловно, интересуют интересы наших семей, наших детей и все прикладные вопросы, которые связаны с этим. Это и здравоохранение, и образование, и трудоустройство. Сегодня мы очень рады встретиться и поговорить по общим вопросам и профессиональным русле с Элиной Жгутовой, которая представляет портал «Иван-Чай», и которая уже давно трудится на ниве защиты традиционных семейных ценностей в России. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пригласили на такую важную тему. Сейчас очень нужно говорить, а еще лучше действовать. Ваша оценка состояния правозащитных организаций в России, их эффективность и недостатки в области защиты традиционного семейного права и ценностей? Правозащитные организации у нас прежде всего связаны с хельсинской группой, с Алексеевой и так далее. Поэтому, на самом деле, когда в самом начале моей деятельности общественной, когда меня начали называть правозащитником, мне это нравилось, а люди вокруг говорили, что тебе не стыдно. Я говорю, почему? Ну, потому что это диссиденты, которые... Ассоциации. То, что в тренде находящиеся и так далее, они, естественно, занимаются, как правило, защитой каких-то там не наших ценностей и не на наши деньги. Наш правозащитный центр существует исключительно на воле и энтузиазме. Иногда мы получаем президентские гранты, но это деньги, которые, скажем, слезы, которые могут покрыть никак не расходы на адвокатов очень хороших, а может быть, какие-то аппаратную часть, секретарь, координатор, какие-то выезды, юриста обычного и так далее. Адвокатские услуги, как вы сейчас понимаете, стоят крайне дорого. У нас, слава тебе господи, с нами сотрудничает адвокат, у нас есть свой штатный адвокат, Надежда Александровна Гольцова, выпускница МГУ, то есть и очень, так сказать, ответственный человек. Да, и сейчас же очень важно иметь адвокатов, которых нельзя перекупить. Когда человек работает бесплатно, так сказать, по своему внутреннему только порыву, то здесь уже, как бы, так сказать, не стоит вопроса. А так мы, конечно, тоже имеем пул каких-то адвокатов, юристов, которых нельзя перекупить, а это оказывается сейчас такой, знаете, дефицит. А в этой связи, простите, пока мы коснулись темы адвокатуры, как вы считаете, чисто в человеческом даже плане, вот последние события, связанные с дисквалификацией Дубровинского и Пашиняна, то есть, по сути дела, и Пашаева, простите, практически с двух сторон в процессе, это что, свидетельство о деградации Института адвокатуры в России или это просто какой-то общенравственный кризис? Вы сейчас, ну, как бы, говорите о тех фигурах, которые занимаются, ну, скажем так, профессиональной адвокатской деятельностью. Все-таки у нас общественная организация, еще раз, да, скажу, что у нас есть отличия. Во-первых, с профессиональными адвокатами, да, это совершенно другая стезя. Конечно, у них там есть, так сказать, своя какая-то кухня, понятно, что они там больше заинтересованы в пиаре, нежели, так сказать, в успехе там отдельного клиента, но это вещи связанные, слава тебе Господи, да, и все средства хороши, это все понятно. Вот у нас совершенно другая история, еще раз говорю, мы общественная организация, называемся информационно-правозащитные центры, потому что на сегодняшний день решить с помощью юридической защиты мало что можно. То есть обязательно нужна информационная поддержка, желательно СМИ первого уровня, там какого-то, первого эшелона. Вот, тогда еще что-то можно сдвинуть с места, да, потому что просто юридическая защита сейчас не работает. И наш вот такой общественный правозащитный центр, думаю, существуют там единицы схожих с нами, поэтому мы вообще не можем не говорить о какой практике нашей, да, мы такие вот, скажем, что значит, островки. Но за крайний год ситуация каким-то образом меняется, то есть ваше значение, ваша, скажем так, практическая работа, она нарастает, в чем преграды, вот поподробнее? У нас работа непочатый край. У нас, по сути, мы занимаемся тем, что, если сравнивать, допустим, с борьбой с вредными насекомыми, то мы занимаемся механическим уничтожением, там, сказать, отдельно взятого насекомого тапком, да, вместо того, чтобы организовать какую-то химзащиту. Я проведу вам, с чем я провела аналогию, да, с тем, что существует система, сильная система, да, которая травить вот этих вот, так сказать, вредоносных элементов этой системы можно, извините, с помощью там химии смены парадигмы, да, химия в данном случае, это смена парадигмы, дихлофоз, да, это вот другая парадигма, да, дихлофоз для них. А то, что мы с ними бегаем за тапками, да, конечно, мы решаем чьи-то проблемы, я не побоюсь этого слова, драмы, да, трагедии, не побоюсь этого слова, да, мы возвращаем детей в семьи, не одну сотню мы уже вернули, я думаю, за это время, вот, и, конечно, мы помогаем людям, это безусловно, но, еще раз говорю, это никак не решение системной проблемы. И даже если этих наших центров будет, так сказать, какое-то количество, вдруг кто-то озаботится их тиражированием, то, все равно, эта проблема не решить. Уровень осведомленности у населения, сами понимаете, весьма низкий в этом вопросе. Я услышал слово системности, в этой связи сразу хочется спросить, а какие самые крайние законопроекты, текущие или уже принятые, действительно представляют опасность или угрозу со стороны ювенальной юстиции в Семейному традиционному кодексу России? Ну, вот сейчас, прямо, если говорить на данный момент, самый острый вопрос, это противостояние двух проектов. Один клише Сокрашенинникова, а другой Мизулина и компания Сенаторов. Да, это два законопроекта, с моей точки зрения, совершенно вот с разных абсолютно точек подхода вот к этой проблеме, да, и те, и другие говорят о том, что они пытаются решить проблему неправомерно умешать в семью, вплоть до изъятия ребенка из семьи, да, но на самом деле, с моей точки зрения, во всяком случае, ко мне присоединяется достаточно много людей, там порядка 100 тысяч подписей, по-моему, уже собрано. Первый законопроект, клише Сокрашенинникова, лишь усугубляет эту проблему, то есть делает концентраты несуществующей несправедливости, то есть упаковывает в 24 часа то, что мы сейчас, так сказать, длим по нашей, пытаемся, так сказать, растягивать на какие-то месяцы и, может быть, даже годы, не давая, да, решить родителей ребенка и так далее, он пытается упаковать, они пытаются упаковать это в 24 часа, плюс закрытые суды, это та проблема, с которой мы тоже неустанно боремся, да, потому что, извините, только государственную тайну можно в закрытых судах обсуждать, а у нас всегда говорят, знаете, тут интерес несовершеннолетних, они же дети, понимаете, и тут нельзя вторгаться в это, значит, таинство. Что это такое? Как раз там и нужно слушать детей, мнение детей и так далее. Естественно, должны быть показательные процессы, вообще говоря, мы со своей камерой не можем войти, и даже первый канал получают отлуп. Вот, поэтому и тут мечту просто воплотить этих ювеналов сделать с закрытыми судами, это тоже одна из инициатив. Ну, там много чего, на самом деле, то есть, эти люди, на самом деле, писали, просто, ну, извините, они оба из комитета по конституционному праву, ну, что это такое, они вообще, ну, так сказать, где они и где семья? Да, то есть, ни опыта, ничего, да, ну, мы там просто знаем, откуда это все взялось, там, есть в них близкая коллега, юрист при аппарате президента, который в свое время написал статью. Ну, они, недолго думая, не понимая, как, из чего состоит повестка, что все равно что-то придется делать, лучше это сделаем мы, чем какая-нибудь там Мизулина. И они просто втюхивают эту статью в законопроект и выносят. Ну, это абсолютно сырая, ну, просто стыдно, честно говоря, читать и смотреть. Ну, ладно, бог с ним, поскольку эти все-таки люди с именами. Кстати, от них всегда, как правило, исходят какие-то деструктивные инициативы законотворческие, например, законы Шлепкав, если вы помните, это Крашенинникова, тоже была идея. Вот, поэтому, ну, что тут обсуждать? Вот, закон Мизулина и компании сенаторов разрабатывался в течение трех-четырех лет. Я сама в этом участвовала, была создана рабочая группа при Совете Федерации. Мы рассматривали, ну, вот такие же организации, как наши, да, которые, извините, а то, что называется, по всей вертикали смотрят на этот процесс. То есть мы ходим, вот я лично, да, общаюсь и на квартирах с отобранными детьми, и с рядовыми сотрудниками опеки, и в Совете Федерации мы тоже выступаем, обобщая свой опыт правозащитной, правоприменительной практики, да, и, соответственно, выносим какие-то предложения в законотворчество. Поэтому здесь, извините, полностью объективная картина. Елена Борисовна Мизулина, доктор юридических наук, человек, который, значит, достаточно давно трудится на этой НИВе, человек, который выслушал всех нас, да, было задействовано более тысячи экспертов в этом во всем мероприятии, и проведено 18 пленарных свиданий только в Совете Федерации, и после этого мы читаем отчет СПЧ, ну, там, или каких-то членов его, значит, заключения о том, что там действительно очень много, там, семейный кодекс, практически на половину переписывается, 69 статей, и 170 затронуты. И СПЧ пишет, что, ну, такое масштабное изменение семейного кодекса нельзя делать в ППХ. Слушайте, вот то, что, так сказать, Совет по правам человека все 3-4 года спал, там, и занимался чем-то другим, мы-то здесь при чем? Мы-то работали. При чем здесь в ППХ? То есть это, ну, то есть полная некомпетентность, опять же, демонстрация полной некомпетентности, незнание вопроса, вот, и так далее. То есть, ну, что можно с этим сделать? Я вам просто хочу вашим, так сказать, зрителям, вашим слушателям, ну, а мои общие, знаете, наизусть это должны знать, по идее. Вот, но что, естественно, что клишескоршенинника должен быть отклонен. Ну, вот сейчас, кстати, положен на полку, собственно говоря, на доработку, ну, это считайте на полку. Это самый, мне пишут комментарии, что что тут радоваться, нет, извините, это самый надежный вариант от лупа закона, потому что мы знаем, сколько мы положили на полку. Закон о семейном, потому насилие мы только что положили на полку, он лежит, слава тебе, Господи. Конечно, это мина замедленного действия, никто не спорит, это в любой момент могут выкинуть, сделать второе-третье чтение, и не заметишь, как примут. Да, может быть, но, насколько позволяет мой опыт говорить, что это самый, так сказать, ну, самый хороший результат, который мы могли получить. Вот, потому что работает большое сообщество, работает традиционная общественность, и вот надо понимать все-таки, что мы не в сказку попали, вот, никто нам завтра не скажет, да, какие подлецы, давайте, значит, всех разгоним из Совета Федерации, а вот вы, так сказать, а вот ваши, это, конечно, такого не будет, и думать об этом не надо, да, и не читайте. От общего к частному, дело в том, что на вашем портале Иванчай как раз вот и был крайний прецедент, когда, насколько мы понимаем, вы и ваши коллеги помогли вернуть отцу его детей, а в двух словах, что там за ситуация была, вот, как пример. Это вы, наверное, про Олымбека, который, да, мы его даже вытащили на первый канал, но, вы знаете, меня раньше поражало, вот, немецкие СМИ пишут о том, что вот такой варварский отобрали ребенка, ах, с наручниками, а, где-то какой-то диссонанс, да, когнитивный возникает. Слушайте, а как, то есть, ну, у вас же какая-то цельная должна быть картина демократии, то есть, как это ваши СМИ открыто пишут, что это осуществляется фашизм, по сути говоря, да, а правительство на это смотрит. Раньше мне было непонятно, сейчас абсолютно все понятно. То есть, эти две реальности могут сосуществовать прекрасно. То есть, прекрасно верховная мласть может наблюдать и грозить пальчиком своим же подопечным, то есть, чиновникам низшего звена, а те, значит, по каким-то подзаконным актам и распорядительным документам могут, так сказать... Нет, они могут прекрасно работать вопреки имеющимся законам и тому духу, о котором говорят, ну, извините, вы что не слышите, у нас святость, материнство всегда с высоких трибун. А фактическая часть этой истории в чем, для неосведомленных? Отец-одиночка, было у него две жены, которые родили ему пять детей. Одна жена с ней не успелась, исчезла, ни одна умерла. Короче говоря, мужик нормальный, инженер по образованию, он киргиз по национальности, но русский гражданин. Живет, значит, в каком-то захолустье, где-то дотационный регион, когда-то там было какое-то производство, все накрылось, и там, вообще говоря, полная деградация, город просто вымирает. В этом вымирающем городе он пытается воспитывать двух детей, одни у него дети есть еще в Киргизии остались, он передал, ну, просто совсем невозможно. Вот двоих он оставил, значит, у себя, у него есть какая-то комната в аварийном доме, который, по большому счету, может там в любой момент сложиться, я так понимаю, да? Естественно, что он писал, просил, он очень, так сказать, общается очень хорошо, интеллигентно. Вот, ну, и тем не менее, значит, один из мальчиков в 13 лет вступил на тропу, скажем, ну, не криминальную, но уже девиантную точно, с какой-то поведением. Вот, и начал там воровать, убегать, курить, пить, ну, и так далее. Ну, естественно, что он с ним разговаривал уже по-отцовски. Ну, что, отец-одиночка, он целый день на работе, на кого он должен бывать? Нам всегда говорят, нет, нужно только разговором и личным примером. Ну, дал он ему за трещину. Ну, да, то есть попытался пожестче, по-мужски. Тут соседка, которой вот фотографию мы помещали, на лавочке спит, ну, совершенно опустившаяся женщина, и все-таки отсигналила у нас вот гражданское, значит, чувство... Мир не безумно. Да, ответственность, оно не спит, даже когда человек спит на лавке уже в хлам, а чувство ответственности у него бодрое, да, такое. Вот она позвонила, и пришла эта полиция по делам несовершеннолетних, начала сходу, ну, пинком дверь в квартиру, это нормальная история, вообще без никаких документов, без ордеров, это, так сказать, абсолютно нормальная история. Заходит, начинает кричать, что вот, ты, там, тебя отец бил, даже не в вопросительном, там, сказать, Тоне, а в повествовательном, да, в верооттвердительном предложении, вот. Вот, и он ее выставляет за дверь, ну, я бы то, что так сделала, честно вам скажу. Она набирает наряд полиции, наряд полиции приезжает, заковывает его в наручники, увозит его в участок, и, соответственно, от детей в приют, вот. Потом мальчика, значит, как попадает, они сначала попадают в инфекционную больницу, там, в общем, чтобы какой-то, исключить заражение, и так далее. И почему-то они его накачивают психотроп, ну, да, психотропными средствами, которые он попадает в реанимацию. Отец, значит, уже выпущенный из тюрьмы туда бежит, с ним общается, у меня есть там фотографии, никто за это не ответил, сразу говорю. Потом дети попадают в приют, и тут они, спустя две недели, выпускают постановление об отобрании. Так, если вот по закону, строго по закону статья 77 Семейного кодекса, позволяет немедленно отобрать ребенка, если существует непосредственная угроза его жизни и здоровья. Теперь на секундочку. Дети находятся в приюте в государственном учреждении. Глава города Рудцовска выпускает постановление, что, значит, разрешаю отобрать детей в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровья. Этот абсурд, значит, мы оспариваем в суде города Рудцовска, нам говорят, да нет, все нормально, решение, мы не правы. Мы оспариваем уже в краевом суде, и нам тоже говорят, что все замечательно, так и должно быть. То есть это прямое, грубейшее нарушение, элементарное, вот просто статьи, единственное, которое они могут отбирать, и все равно мы не можем даже во второй инстанции выиграть суд. Вот так, чтобы было понятно, о каких судах, говорит Крашенинников, которые будут 24 часа решать судьбу детей, ребенка и так далее. То есть, чего тут, ну просто это будет 24 часа. Потом они выходят в суд с лишением ограничения урадительских прав. Но они обязаны это сделать, опять, согласно той же 77-й статье, они выходят. Мы выходим со своей стороны защиты и выигрываем суд. То есть суд отклоняет иск, я помню, опеки или администрации, о ограничении, о лишении урадительских прав. Это единственный отец этих детей-сирот, который бьется, но сам говорит, я в нищете живу, он работает на машинах, водит, и там на последней копейке в этом бараке, значит, их пытаются как-то воспитывать, людей из них сделать. Не просто говорить, иди, что хочешь делать, мне все равно, нет, он их воспитывает. И они его хотят лишить последнего, этих детей, последнего отца, который их действительно любит. И опека ждет, пока кончится срок апелляционный, и в последний день апелляционного срока, это вот такое глумилово конкретное, подает апелляцию, жалобы апелляционные, что они согласны с этим решением. То есть, на самом деле, вот сейчас может состояться решение апелляционное, которое все-таки будет о решении его родительских прав. Вот, то есть, и вот этот вот срок, то есть, это вот говорит о том, что эти люди, они, ну, издеваются на самом деле. То есть, борьба еще не закончена? Нет, борьба не закончена, конечно. Борьба не закончена. Ну, там еще был эпизод, когда предполагалось, что детей, ну, не хотите ему отдавать, хотя непонятно почему, то есть, у нас люди, которые не лишены, не ограничены в родительских правах, имеют полное право на воспитание своего ребенка, но это по закону. А у нас это нарушается в 90% в случаях наших отобраний. То есть, это, по сути, вот если так говорить, киднеппинг узаконенный, да, и плевать хотели, это верховная власть, плевать хотела, на как реализуется это вот это право здесь на земле. Ну, то есть, невозможно вот эту связь организовать, да, вот невозможно, там, например, кому-то из, там, знаю, Минсоцтруда вот эту картину вот так явить. А если явишься, они скажут, что какое безобразие, сейчас мы разберемся. Ну, да, может быть, даже если в крайнем случае, да, консилиум, они разберутся с этой ситуацией, извините, а все остальные 99% что? То есть, это будут все отобранные дети, это разрушенные судьбы, и главное, что нет справедливости. Вы знаете, в этой истории я нашел какие-то параллели с теми письмами и вопросами, которые и наши зрители, и читатели задают. Я читаю их вот на своем электронном девайсе. Такое ощущение, что на уровне самом низовом, первом, на уровне мировых судей практически не происходит правильного, квалифицированного рассмотрения вопросов, связанных с семейным законодательством. Такое ощущение, что эти мировые судьи превратились просто в чиновников, которые ставят штампы, не внедряясь в суть проблемы, не внедряясь в суть конкретного дела, и выносят совершенно неадекватные решения. Знаете, как говорят, что-то в консерватории может быть менять, значит, нужно что-то поменять, может быть, на уровне института мировых судей? Да нет, судей ни при чем, судей это просто один из институтов, на которых держится вся эта ювенальная юстиция. У нас ювенальное все. Суд, да, независимо от власти, совершенно верно, и когда нужно будет ссылаться на них, ну, может, есть решение суда. Ну, извините, у нас точно так же, так сказать, ювенальная прокуратура, ювенальный следственный комитет, ювенальная опека, ювенальное образование системы, ювенальная система здравоохранения, что мы хотим. Вот сейчас вы затронули вопрос дистанционного обучения. Сейчас что происходит? Если вы отказываетесь от каких-то предложенных мер, то вы, естественно, нарушаете в глазах чиновников право ребенка либо на обучение, либо на медицинское обслуживание, либо на то, на сё. То есть вы не делаете перевивки, вы ставите под угрозу его жизни и здоровья, и они имеют право, там, по статьям семейного кодекса, которые говорят о том, что если родители грубо нарушают право ребенка, то эти дети переходят под опеку государства. И вам скажут, ну, слушайте, вот завтра он заболеет, там, каким-то полиомиелитом и помрет, или там, инвалидом ставят, угроз жизни и здоровья, здоровье, да. Всё. То есть у нас сейчас уже, как конфликтующая система образования родителей, это группа РИСК по ювеналке по отобранию ребенка или каким-то там судам. 5.35 статья существует административная, да, в которой у нас 500 тысяч случаев. Мы немножко, вот сейчас очень правильным образом коснулись вопроса о дистанте, я с вашего позволения тоже немножко комментирую те обращения, которые пишутся в адрес уже нашей программы и нас лично. И вы представляете, допустим, масса сигналов из разных регионов, это Белгород, Нижний Новгород, Волгоград, да много городов на самом деле, когда, в частности, по вопросу дистанта и проблем, связанных с ними, родители пытаются уведомить и школы, и вузы на уровне руководства этих учебных заведений. Приведу пример, какая реакция возникает. В одном из высших учебных заведений Нижнего Новгорода, естественно, ректор стал вводить достаточно круто и, несмотря на региональную ситуацию, значит, ситуацию с дистанционным обучением. Извините за откровенность, дети разбежались по дачам, несмотря на изоляцию по отдыху. Родители стали в письменной форме и на электронную почту посылать сигнал о том, что они сами не хотят, собственно, чтобы их дети плохо учились, а наоборот хотят повысить качество их образования. И, собственно говоря, у них нет возможности даже порой обеспечить это образование на дому, когда несколько детей, а нужно пять компьютеров, условно, чтобы все были в скайпе и выходили на связь с учениками, с преподавателями. В итоге совершенно непредсказуемая реакция со стороны руководства вуза. Вот, как вы сказали, вы нарушаете, ущемляете права ваших детей, мы сейчас дадим им качественное образование. В итоге дается что? Самое проверенное, самое профессиональное звено преподавателей – это возрастные люди, и им сложно с этими девайсами, гаджетами работать. В итоге они просто не могут дозвониться, достучаться через компьютер и интернет к своим ученикам, школьникам и студентам. В итоге что? Несмотря на все сигналы родителей, дети остаются и без образования фактически нормального, и без получения адекватных оценок за это, нарушается весь учебный процесс. Вот скрытые подводные камни дистанта, но почему-то сигналы родителей не слышат. Многогранная такая проблема. Я вам скажу, вот мы вчера собирались с руководителями инициативных групп родительских, по 3-4 тысячи сейчас уже организуются группы в интернете. Там это телеграм-канал, фейсбук и так далее. Там родители уже кооперируются и пытаются как-то противостоять этой системе. Вот мы собирались как раз, чтобы понять, что, собственно говоря, уже сделано, что можно сделать в наших условиях. Как такое сбалансирование? Ну да, какое противостояние с данной ситуацией можно? Конечно, самый эффективный метод – это выйти на улицу, я имею в виду санкционированно, то есть явить свои гражданские права в рамках имеющихся у нас конституционных прав. То есть выйти на митинг и пикет и так далее. Мы подали заявку, но 8 ноября нам отказали, даже в гайд-парке, где, по сути, там не нужно, там уведомление носится не разрешительный характер, а заявительный характер. Вот ты пришел, выявляешь свою точку зрения. Тем не менее, все было отказано. Что остается? Остается писать письма. Ну это, конечно, метод такой. В какой-то степени они даже заинтересованы, чиновники, в этом, потому что это выхолощивает такую социальную энергию. Люди там, скажем, что-то пишут, им какие-то отписки присылают, и вот они… Отдушина. Ну это не отдушина, это, как бы, я думаю, что это просто вот такой сизифов труп. В некотором смысле, то есть это выхолощивает энергию. Но не делать этого тоже, с другой стороны, нельзя, потому что так вообще не будут теплые вани. Так они хоть понимают, что родители бурлят, да, и это те родители, которых, еще раз говорю, не поднимала даже вот ни ювеналка, там ни закон о семейном бытовом насилии. Ну я просто вижу примерно, да, какие группы поднимаются, сколько людей протестуют, да. То есть это люди, которых заделывают именно дистанционно. Ну вчера выявили там примерно четыре блока проблем, которые взяли. Ну это первая проблема, это то, что родители, естественно, берут на себя функции преподавателя, так или иначе, и при этом они еще должны работать. Я думаю, что это основной фактор, который заделал очень большие слои, потому что человек, ну в принципе, не может и работать учителем собственных детей, да, еще которые не разновозрастные, не дай бог, все школьники, и еще, значит, зарабатывать им, этим же детям на жизнь. Ну невозможно, ну просто это тупиковое, их загнали в тупик, по большому счету. Следующее, это то, что, конечно, образование, которое дается, оно полностью не соответствует тому объему знаний, тому, так сказать, тому уровню, да, которое должно содержать традиционное образование. Качество абсолютно правильно страдает, качество, прежде всего. Ну, затем, естественно, вот НИИ гигиены выпустило результаты своего обследования, в котором четко сказано, какие, как было повреждено за этот период первой пандемии, было повреждено здоровье физической и психической детей. Там прям сводки есть, они обследовали много школьников, родителям, и вот эти сводки есть там, ну, можно их потом куда-то, так сказать, то есть я могу сейчас зачитать там, но я не думаю, что они уже так распространены, это НИИ гигиены. Вот, руководитель был Кучма, сейчас он покинул свой пост. И четвертый блок проблем, то, о котором вы говорите, что преподаватели сами, педагоги не способны учить детей, то есть, да, в такой, в такой... То есть самые опытные и ценные. Конечно, да, нет, ну, а какое, то есть, как будет проблема решаться, ну, со стороны, во-первых, Сбербанк сейчас нам выдаст всем по планшету, хотите, по два, да, совершенно никакая не проблема, как вы понимаете, с его размахом, там, Сбер, все, да, это, так сказать, отсутствие компьютеров, ну, никакая не проблема. Значит, что будет делать с нанесением вреда здоровью, да, а ничего, сейчас санпины их пересматривают, вы же слышали, сейчас 200 санпинов убрали вообще, сейчас будут другие, а другие будут позволять, если сейчас там школьник, там, первоклассник, по-моему, 15 минут может у компьютера находиться, да, ну, ничего, сейчас будет там 15 часовки, проблемы никаких, вот, то, что преподаватели старые не будут справляться, так уже же предложили, тьютеры будут. Преподаватели ваши пойдут на пенсию или куда они там пойдут, если в пенсии, значит, реформу провели, то есть, а в результате вообще, конечно, конечно, никакие учителя, никакие школы никому не нужны, потому что это второй этап оптимизации, мы помним, как сливали в термитнике, да, говорили о том, что мы будем экономить на туалетной бумаге, что там, скажем, ну, какой-то чушь, в общем, и вот под эти разговоры, помните, как оптимизировали, да, сливали по 10 школ, детских садов, какие-то вот эти анклавы, да, где один директор, какой-то там небожитель, который, значит, рулит этим всем процессом, и он слит с высшим руководством, потому что он на их уровне, он получает заплату от полмиллиона и так далее, да, есть там учителя, которые не имеют никакого слова, по сути, там, скажите, абсолютно подневольные рабы, вот, и это был тот период оптимизации, который, в результате, естественно, никто из учеников не знает, там, в такой классе, какая школа, то есть школа 2000 человек, что это за школа, да, никакой преемственности нет, никакого нет, духа общего нет, ну, вот, как бы разрушена была вот эта вот сакральность, да, не какая-то будет школьная духа вот этого школы старой. А теперь вторая, второй этап этой оптимизации, это вот как раз уход, вообще говоря, от класса, урочной системы мечта Грефа, ну, и, собственно говоря, все мечты Высшей школы экономики, кто у нас там рулит вместо Министерства образования, да, это же известно, вот, Смоловых и так далее, всех этих людей, которые, естественно, занимаются все это время разрушением образования и выкачиванием денег, поскольку мы с вами знаем, что образование это наиболее финансирование статья социалки, да, то есть это самофинансирование из социальной сферы, это максимальная статья бюджета, вот, поэтому здесь они сэкономят на школах, на тьютеры, хотите, тьютеры будут, хотите, вообще никаких учителей не будет, у нас будет гаджет от Спербанка, вот, который будет закачивать компетенции учеников и желательно напрямую. При этом я, опять же, комментирую, благодаря тому, что нам пишут в плане гаджетов от Сбербанка, по регионам достаточно много сигналов тревожных о том, что, несмотря на то, что там уровень зарплаты и доходов населения совершенно другой, нежели в Москве, там и в крупных городах, но сама стоимость таких моментов, как проведение выделенного интернета, который обеспечивает все эти гаджеты, она гораздо дороже, нежели в Москве, то есть вы представляете ситуацию, когда обыкновенная семья с очень небольшим доходом где-нибудь, допустим, в небольшом городе, там, Иваново, да, и стоимости на обеспечение всех этих девайсов стоит дороже, чем в Москве, то есть там местные компании, они просто зарабатывают на этом, они вытаскивают из населения последние деньги. Да, Вадим, я просто хочу сказать, что если мы будем, вот если мы все-таки все против этого безобразия, если мы будем пользоваться вот этими аргументами, то мы в результате проиграем, потому что, еще раз говорю, на эти ваши аргументы, что у вас нет компьютеров, не это должно быть аргумент в борьбе с дистанционкой, понимаете, потому что, да вам дадут все это, понимаете, дадут, только будет еще хуже, нет компьютеров, нет интернета, вам дадут эти компьютеры, дадут вам интернет, вам учителей никто не вернет. Не бойтесь ахейцев, дары приносящие. Да, то есть не нужно этой аргументацией пользоваться. Нужно пользоваться совершенно другой аргументацией, что действительно электронное образование, это излучение, которое не может не наносить вред, известно, что оно наносит, известно, какой. И, соответственно, это должно быть ограничено в разумных пределах, а не полностью переход. Это первое. То есть это вред здоровью, прежде всего. Ну и говорить о каких-то вещах, которых этим людям, цифровизаторам, вот этим цифродиктаторам абсолютно непонятны. Это вот эта сакральность, вот этот дух, вот эта традиционность. Это вообще до них это никогда не дойдет. Просто они будут слышать эти звуки, но они вообще не понимают, о чем где-то речь. Я сразу оговорюсь, сделаю такую ремарку, что в данном случае большое количество журналистского сообщества придерживается, естественно, мнения, что электронную революцию или цифровизацию внедрения интеллекта искусственного, к сожалению, не остановить в том плане, что как не остановить развитие атомной энергетики и необходимость ее использования. Но тут есть очень важный момент. Но безусловно и вне всякого сомнения этот искусственный интеллект и эту цифровизацию надо использовать умело в тех местах, где это надо и совершенно не внедряясь, как вы говорите, в сакральные сферы семьи, человека, гражданина. Скажем так, экстраполируя тему на параллельную историю с здравоохранением, с оказанием медицинских услуг для пожилого населения страны. Пожилые – это наши дедушки и бабушки, это наша семья. Вы представляете, огромное количество писем и обращений идет с вопросами. Вот закрыли всех на изоляцию, в городах сидят старики и бабушки по квартирам и домам и не могут получить элементарной медицинской помощи месяцами, не могут пройти диспансеризацию, не могут сдать анализы, не могут, говоря о том, что все ссылается на борьбу с коронавирусом, оказать первую медицинскую помощь. Как с этим быть? Лично у меня сейчас картина мира. Я сейчас в Телеграме как раз видела пост, где женщина пишет видеообращение. Это, кажется, город Чита. Она говорит, у меня 10-й день коронавирус, ей 64 года. Вот мой сын, ко мне приезжают только, записывают какие-то данные, что я сама, чего там, как себя лечу. И мой сын пошел в министерство, дошел до министра, министр сказал, завтра, но мне очень тяжко. Женщина умерла, так, забегая вперед. Поэтому вот сейчас говорить о том, что, понимаете, мне такое ощущение, что уже идет борьба, извините, на выживание. Это все равно, что там говорить, как нехорошо ругаться матом, понимаете, в окопах. Понимаете, это моя точка зрения, может, я большой пессимист. Мне кажется, что я реалист, но мало ли, вдруг я пессимист. Мне кажется, что поставят этим бабушкам какие-нибудь дисплеи, понимаете, за счет Минздрава, они будут замерять, им скажут, подойдите, прислоните, прижмите свой палец, да, у вас все хорошо, значит, ну и все. И закончится на этом их лечение и общение, понимаете, это не за это надо бороться, не за технические средства. То есть нужно как-то, ну, как сказать, более концептуально с ними общаться, потому что бороться, вот сказать, у меня нет гаджета, да дадут вам этот гаджет. У вас нет связи с поликлиникой, да будет у вас связь с поликлиникой. Вопрос, какая она будет, да, она будет цифровая и так далее. И еще, да, конечно, искусственный интеллект нужно применять, и я вижу очень много вещей, где действительно нужно освободить человека, да, вот человека от какой-то там рутины, технической работы, и это дает какой-то другой результат. Но мы же сейчас говорим о том, что они залезают нам под кожу, что они пытаются нами управлять, и вот этот дивный новый мир уже наступает. Вот я делаю интервью с китайцем, сейчас скажу, два-три года назад в городе Хабаровске специально, вот дайте мне поговорить с человеком, который вот из Шанхая приехал, где вот этот ужас-ужас-ужас творится, вот эти социальные рейтинги, можете себе представить? И мы смотрели, вот я с ним разговаривала, да, вот, и, ну, разумеется, в твердой уверенности всего два года назад. Это была для меня немыслимая перспектива, ну, серьезно, то есть это было, ну, на уровне фантастики, какой-то там юмора, юмора, понимаете, да, какой юмор, если нам сейчас Киселев на Вести недели рассказывает, что, ну, это же здорово, если ты вышел в несанкционированный митинг. Более того, там было заявлено практически о необходимости создания новой этики. Ну, конечно, да. Что не совсем понятно, это что, пересмотрение, пересмотр всех нравственных законов, которым, извините, тысячи лет, и они и духовные, и физиологически обусловлены человеческой природой. Ну, в Китае, в Китае всем говорили, что, ну, как бы, вот, должна быть сознательность, общественная сознательность, да, общество должна быть сознательность. Сознательность, знаешь, мы делаем общество лучше, 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 Ну уж согласны, что плевать мимо урна это плохо, ну разумеется. И вас таким образом подводят к тому, что вы начинаете друг другу следить. Но у китайцев на самом деле это в менталитете есть. Не знаю, насколько у нас, насколько нам внедрят. Нам кое-что, конечно, уже внедрили. Мы уже, конечно, порчены, прямо скажем, да, и в плане вот стукачества друг на друга. Потому что в банках слушают. Перефразируя классиков, в этой ситуации можно сказать, что когда идут такие массированные призывы к всеобщей, тотальной, коллективной сознательности и ответственности, это всегда некое средство для определенной небольшой группы, к сожалению, небольшой, к счастью, небольшой, но группы людей для того, чтобы избежать своей личной ответственности и, значит, социальной, гражданской и так далее. Да нет, ну понятно, что есть некое управляемое, есть мечты, там сказать, глобалистов. Да, вот там, мы не знаем, как они выглядят, это некая, опять, какая-то сущность, будем ее называть. То это мировое правительство, не то это мировая элита, не то это какие-то там руководители транснациональной корпорации, ну, как бы, вот некая сущность, давайте ее называть. Она, естественно, управляет процессами. Денег у них, ну, вот, так сказать, 100 миллионов вселенных. То есть у них деньги все, которые только можно. Поэтому экономить они не будут. Потому что любое сознание нормального человека всегда не распространяется дальше собственного кармана. Он говорит, слушай, ну, зачем, кому я нужен, зачем за мной следить, да. Или как можно посчитать вот это все мои телодвижения, куда я хожу, в какой магазин, зачем это кому-то нужно. Да это вот все аппараты эти созданы, и простой рядовой человек не может это вот просто осознать, да, что это все есть. Одни из следующих наших коллег-философов всегда вспоминают диалектику. То есть, когда они слышат, что кругом говорят о том, что, смотрите, в мире, во всех странах творится практически, грубо говоря, бардак и несистемность. И обрушиваются практически все стабильные системы, философы говорят, что по закону диалектики, если есть антисистема, отсутствие системы, значит, всегда есть какая-то скрытая система, которая очень хорошо действует. Иначе бы не было вот этого вот противостояния. Поэтому я тоже со своей стороны хочу сказать, что, наверное, не стоит наши поиски истины и поиски истины наших коллег сходу записывать какие-то конспирологические теории, потому что иной раз вот эта система глобальная, она настолько интегрирована на международном уровне, настолько интегрирована в каждом государстве, что ее сразу ты не поймешь и не увидишь, казалось бы, да? Ну, знаете, сейчас такие очертания уже очень серьезные проявляются. Понятное дело, что мы полностью зависим, наши социальные программы, я могу сказать, полностью зависят от почему-то Всемирного банка. Вот реально. Значит, МВФ там диктует какой-то там экономический какие-то, дается какие-то камертон экономический. И, соответственно... И стандарты, соответственно. А, и ВОЗ. А ВОЗ заботится о нашем вообще говоря здравоохранении. Они все как-то там все спелись, перепылились, или там они из одного кармана как-то там, так сказать, финансируются. Но, тем не менее, вот это, ну, там, я думаю, что я кого-то еще не назвала, но вот мне абсолютно очевидно. Я просто была на заседаниях нашего Минфина совместной с Всемирным банком. Это, конечно, показательная достаточно вещь. Это был период пенсионной реформы, приблизительно дальше все понятно. Пенсионной реформы мы тоже обязаны Всемирному банку. По поводу вот этих общемировых, скажем так, стандартов. Сразу вспоминается случай, о котором нам писали, когда человек пришел в Сбербанк, и клерк Сбербанка, несмотря на то, что человек постоянно обслуживался в этом отделении, задает ему вопрос. Можно я запишу ваш голос? На что клиент спрашивает, а зачем это нужно? Собственно, все мои данные у вас, и мы все это время спокойно с вами коммуницируем. Ах, вы не хотите? Ну, это просто упростит там осуществление определенных операций, транзакций и прочее, прочее. На что человек сказал, что нет, не стоит этого делать, мне это не нужно, я не согласен с этим. Клерк как бы согласился, но потом человек, который написал об этом, сказал, что по лицу и по реакции было видно, что согласится клиент или нет, когда надо, его все равно запишут. Его голос и снимут все данные. Это мы говорим уже о биометрии, о биометрических распорах и прочее. Биометрия снимается уже давно, естественно. Фейсбук уже давно снимает биометрию, еще раньше, наверное, наших. А наши уже давно, так сказать, это все сняли, они просто не могут заявить об этом и продать легально эти данные, да. Ну, по крайней мере, у нас в этих структурах стоит задача коммерческая, то есть торговать этими данными. Они не могут им торговать легально, потому что они их нелегально собрали. А так они, конечно, уже давно все собрали. Бороться с этим все равно нужно, потому что 152-й закон еще у нас никто не отменял. Они ввели сейчас только для банков, биометрию могут собирать структуры, только с согласия, да. Вот поэтому они так себя ведут. А на самом деле, вот если вы приходите в ПНС 46, да, то там вас фотографирует автомат. Если вы говорите, что вы не согласны, у вас просто нет той стрелочки, которая ведет назад, и некому обратиться. То есть я делала запрос как член общественной палаты через прокуратуру, никаких вопросов не было. То есть ничего мне не ответили, естественно, там решиться о службе безопасности на месте не представляется возможным. Но это обычная практика, когда вы трясете Конституции перед какими-то там консьержкой или, так сказать, медсестрой. Ну, в общем, чиновникам первого звена это ничем не заканчивается, потому что у них есть свой приказ. Но тут, значит, я встретилась с замначальником ФНС всей нашей Колесниковым, когда мы обсуждали закон об едином федеральном регистре. Им пришлось спуститься и общаться с теми людьми, которые недовольны. Это был очень важный для них вопрос. И я западала вопрос насчет 46-й, мне обещали забраться, и даже кто-то звонил. Я уверена, что все равно все продолжается. Это вот тот самый случай, когда небо сходится с землей где-то на горизонте, и до этого горизонта вам удается добраться. Но все равно это можно свести, умножить на ноль. Я извиняюсь, наш звукоречистор говорит о том, что Николай Николаевич Мишутин на связи сейчас. Я так понимаю, у нас есть возможность с ним хотя бы поговорить по голосовой связи. Так? Через какое-то время тогда мы ждем этой связи. Насколько я знаю, Николай Николаевич сейчас находится в Перми, в одном из регионов. Ну вот сейчас мы и услышим это. Потому что родительский отпор, насколько я понимаю, это тоже одна из известных организаций, подобных вашему, с кем вы и сотрудничаете, и знакомы, и, в общем-то, делаете общее дело. На самом деле, я очень признателен и благодарен вам за то, что вы не замыкаетесь только на сугубо узкопрофессиональных вопросах по ювенальной юстиции, а даете некую ретроспективу понимания вообще всего, что связано сейчас с, скажем так, негативными или представляющими некую опасность законами, нововведениями, стандартами, которые активно внедряются в семью. Пока у нас есть время до связи с Николаем Николаевичем, я все-таки зачитаю вопрос, который прислали по поводу, как его обозначили, некого дисбаланса между традиционным материнским правом, прошедшим еще горнило Советского Союза, и отцовскими правами, о чем идет речь. Нам задают вопрос. К сожалению, как и в Советском Союзе, часто и мировые суды, и вообще суды всех инстанций несмотря даже на конкретную фактическую составляющую в спорах о детях, об их правах встают на сторону матери. Отсюда известный мем «Я же мать», то есть отцы жалуются на то, что они даже при определенных фактах не могут добиться справедливости. Что с этим делать? Вот ваш взгляд на эту проблему. Она реально есть или нет? Проблема есть. Я ей занималась, будучи членом общественной палаты. Ко мне обратилось движение мужские, несколько движений, в частности, мужской путь. Мужской путь так называется, да? Ну, есть мужской путь, есть еще там, есть одни радикальные, другие консервативные, там все разные, радикальные, наиболее несимпатичные, скажем так, да, потому что там совсем говорят, что, значит, женщина – это не человек. Ну, это радикальная такая традиция. Ну, крайне. Ну, а есть традиционалисты, которые, значит, вот говорят, что верните нам наши права. Да, конечно, проблемы есть. 90% при разводе остаются с матерями дети, да, и, естественно, при такой вот, вот, скажем так, расчеловечивание наших всех сфер жизни, естественно, что никаких человеческих отношений, там, дружеских каких-то не остается, естественно, одни настраивают друг друга, ребенка против этого. И это, конечно, такая история, ну, я всегда говорю, что, ну, ведь проблема, прежде всего, в разводе. Вот не было бы развода, была бы такая история? Нет. Бороться надо с разводами. А у разводов у нас, извините, в некоторых регионах более 100%. Ну, так, на секундочку, так, 80, 50, 80, 80. Да, но нам напишут о тех случаях, где развод – это неизбежность, в частности, допустим. Ну, если мы будем относиться в нашей традиционной действительности, что развод – неизбежность, ну, вот тогда мы будем… Это все равно, понимаете, это как бы делать, изобретать корсет под инвалидизированную семейную политику. Какую относительную? Инвалидизированную. То есть мы по инвалиду, для инвалида готовим корсет, понимаете, определенный, какой-то там клюку, потому что нужно людей, нет, нужно людей менять, нужно менять отношения. Не будет разводов, не будет этих проблем. Что же мы должны, так сказать, все законодательство менять под эту проблему? Хотя эта проблема нам, ну, извините, это же разрушение полное, вообще говоря, всех устоев. И что говорим тогда, так сказать, если у нас каждый человек живет, так сказать, меньше года в браке. Это что такое все? Какая многодетность? То есть по статистике сейчас очень сильный рост именно бракоразводных процессов, да? У нас браконезаключительных процессов вообще-то много. В гражданском браке люди живут, но если даже заключенные браки, да, и они разваливаются. Те разваливаются гораздо быстрее, там взял вещи и ушел. Вообще ничего делать не надо. Тут, хочешь, там какие-то дети совместные, там, совместные имущества, какие-то обязательства, да? Так где нет обязательств, даже где есть эти обязательства, они разваливаются. Так что нет, ну, я сейчас говорю, что концептуально, а, конечно, если спуститься конкретно к этим вопросам, ну, вот они написали, там, мужской путь написал целую программу, что нужно изменить, как нужно изменить, что нужно не алименты, потому что действительно бывают ситуации, когда мужчина и платит алименты за этого ребенка, да, и этого ребенка не видит, в общем-то, он живет. Я все время иллюстрирую конкретными примерами, извините, что я вас прерываю. Вот нам пишут, допустим, из Волгограда о том, что, ой, простите, Московская область, о том, что даже руководство от одного из департаментов судебных приставов уже просто сами стонут от количества, извините, мамочек, которые, получая при этом исправные алименты, постоянно в очень экспрессивном стиле звонят и в этот департамент, и третируют отцов и судебных приставов, говоря о том, что, извините, прямым текстом, а им мало, им еще надо. И судебные приставы на уровне руководства вам объясняют, что они, в общем-то, ваши отцы, отцы ваших детей платят столько, сколько установлено законом, а дальше вы в частном порядке разбираетесь с ними в рамках ваших личных отношений. Это не помогает. Есть другие случаи. Пишут, например, достаточно часто выявляются, скажем так, латентные шизофренические и истерические случаи болезней у матерей, которые не были проявлены в период, видимо, встречи и зарождения общих детей, а потом, когда они проявились, отцам очень тяжело доказать это. Соответствующие диспансеры неврологически тяжело выдают справки, даже по запросу адвоката. Я думаю, что эта проблема все-таки зеркальная. Шизофрения есть как у мужчины, так и у женщины. Так что это не думаю, что очень характерная вещь. Но, конечно, что-то с этим надо делать, потому что вот мы сейчас сталкивались, к нам обратилась, мы обычно этим историей не занимаемся. Это не наш вопрос, но не наш, так сказать, юридически. Но там опека игнорировала просто мнение ребенка, который говорил, я точно хочу быть с папой, я не хочу быть с мамой. Но опека два раза игнорировала в суде заявление. Девочка ни в какую не хотела к маме, мама просто ее бросила. Потом в какой-то момент решил, что она ей нужна через какое-то время. Она уже, отец нормальный, то есть никаких. И опека в этот момент игнорирует мнение ребенка. Ну, как они порой иногда ангажированы, естественно, ведут себя там тоже не очень красиво. Но проблема есть. Возврат ребенка... Ну, вот, к сожалению, я вот вижу все-таки как решение, все-таки в традиционном ключе нужно избегать разводов. Нужно мириться, потому что, ну, вот, как известно... Безусловно, как и в случае с болезнью, надо лечить не последствия, а изначально. Все-таки развод и болезнь, я бы не говорила. Все-таки, что болезнь в какой-то степени, если человек не допился, не докололся, это от него не очень зависит, ну, в конце концов. Есть такие болезни, которые не может человеку повлиять, как бы он там не занимался своим здоровым образом в жизни, там не жил. А, извините, развод – это все-таки решение, так сказать, людей, и во многом это их вина. И вина – это не всегда кого-то одного. Потому что все понимают, что это вина обоих. И кто-то не очень хочет терпеть, кто-то не очень хочет ждать, кто-то не очень там готов, понимаете, к этому. То есть, ну, это вина людей. Вот в чем дело, в отличие от болезни. Виновность здесь очевидна каждого из участников. Это безусловно, да. Поэтому, а потом мы говорим, что с детьми. Ну, вы сначала развелись, а теперь говорите, что вот виноват тот человек. Ну, я не знаю, вот у меня, я не могу, мне неоднократно уже ставят перед этим вот вопросом. Я вас уверяю, что я долго над этим думала. Но, извините, ни другого решения, как вот не разводиться, я не вижу. Ну, или не жениться, в конце концов. Потому что люди, ну, правильно, вот этот мужской путь, правильно рассуждают. Сначала мужчина ищет себе женщину покрасивее и подоступнее, а потом удивляется, что же она себя так ведет. Со всеми остальными тоже, понимаете, да. То есть, это же, ну, это глупость. Это вот, то есть, не перенесение традиции. Родители должны были рассказывать, как нужно искать и где. Не в ночных клубах себе искать жену, да, а там, так сказать, где-то там на институтской скамье, там, или, не знаю, да, так сказать, в храме, в конце концов. Ну, говорят, сейчас они уже научились в храме рядиться. То есть, они приходят в платочках, а потом все то же самое. Ну, это, видите, это... Да, да, это... Ну, это вот такая женская, да, особенность. Ну, значит, надо как-то глубже смотреть. Значит, надо, сказать, вообще вопрос этот, если бы он не был так легковесен, он же сейчас еще не важен, на самом деле, он еще приобрел легковесность, брак. Что там, господи, ну, какая разница? Могу жениться, могу не жениться, сейчас поживем, разбежимся. То есть... К сожалению, все наши достаточно аргументированные с вами рассуждения на эту тему приходят в банальной фразе «тут не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Нет, 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 а вот это неправильно. Это неправильно. Нет, и, конечно, брак – это не лотерея. Ну, конечно же, нет, я об этом и говорю. А как же фраза о том, что браки заключаются на небесах? Так, чтобы они заключились на небесах, извините, чтобы что-то произошло на небесах, Господь хочет от нас увидеть работу. Работу под кровь наших предков, извините. Вам родители должны были рассказывать, а родителям родители. И они рассказывали до какого-то момента, да, пока не рухнула вся, как бы вот эта вот матрица не была порушена. Потому что все понимали, извините, что какая мать скажет, слушай, иди на ночной клуб, там найдешь шмару, которая там с сигаретой в хлам пьяная, готова тебе повесить на шее, вот ее в жены и бери. Ну, я что-то такого не помню, понимаете. Естественно, что... И родители своим примером. У меня родители умерли, сегодня, кстати, маме год, умерли практически в один день. То есть 60 лет они жили вместе, понимаете. Может быть, мне поэтому очень сложно понять. Я сама в браке 27. Мне очень сложно понять, а как это так вот вообще. Наверное, не со мной этот разговор. Вот правда. Понимаю вас. Понимаю, но мы также стараемся реагировать на те вопросы, которые нам присылают. Поэтому я не задал вам это. Понимаете, иногда я считаю, что правильно, вот упорно. То есть вот я отвечала где-то сейчас. Понимаете, ведь в вопросе содержится попытка перетащить пограничный столб. Вот я где-то на какой-то передаче говорила, что есть отличие между переходом границы и перетаскиванием пограничного столба. Понимаете, вот мне такими вопросами, мне кажется, пытаются подвигнуть, что перенеси столб, перенеси. Слушай, скажи, что вот, скажите, давай вот сейчас будем решать ту проблему, а не эту. Нет. Пограничный столб будет на месте. Брак один раз на всю жизнь. В этой связи, конечно, хочется подытожить этот аспект беседы тем, что не хотелось бы пограничных разбирательств, а всем только хочется пожелать, чтобы в единой семье, в едином государстве воспитывались и растили детей. Об этом можно молиться Петру и Февроне, пожелания всяческие высказывать, чтобы у нас было как можно меньше бракоразводных процессов. А сейчас у меня вопрос технической службы. Скажите, какая ситуация по прямому, по связи с Николаем Николаевичем, потому что время прямого эфира у нас катастрофически подходит к концу. Николай, приветствуем вас. Это Вадим Рябинин, ведущий программы «Культурная контрреволюция». У нас в гостях сегодня ваша коллега Жгутова Ильина Юрьевна. Мы передаем вам общий привет. Скажите, где вы сейчас находитесь? Я нахожусь сейчас в Астрахани. Второй день мы проводим конференцию против закона 2К Клишиса Крашенинникова с суточным издятием любого ребенка по доносу врачей, учителей за отказ от вакцинации и от ковид-тестов. Конференцию проводим против цифровой школы. Мы доказали на основании научных и юридических выкладок, что это очень опасно для здоровья наших детей. Придет к нарушению психики, зрению. И это самый антидетский эксперимент, как вопреки приоритету прав ребенка, государство пытается во все тяжкие, пытается в нашей стране запустить цифровую школу. Это противоречит закону санитарно-педемиологическим благополучным населением, закону об охране здоровья, закону об образовании, потому что на всех органах лежит презумпция юридической невиновности за нанесение вреда здоровью во время образовательного процесса. Но, к сожалению, здесь они, зная о своей ответственности, пытаются над нашими детьми делать эксперименты. Поэтому сегодня мы в Астрахани, уже завтра будем в Волгограде. И десяток городов я успел проехать, рассказывая о злоупотреблении своими полномочиями со стороны некоторых наших должностных лиц, позирающих законность. Николай Николаевич, следует из этого ли, что... Вы меня слышите? Да, вот видите, как раз родители здесь тоже принимают участие. Да? Следует ли из того, что вы сказали, что сейчас растет вот эта, скажем так, критическая активность по регионам, все, что связано по комплексу вопросов, которыми вы занимаетесь, а особо активные регионы, вы можете как-то выделить, где это происходит? Не в Москве, не в Петербурге, а в более малых городах? Да вы знаете, во всех. Я вот проехал Липецк, Старый Оскол, Ростов-на-Дону, Белгородская область, Керчь, Симферополь, Краснодар, Сочи, Астрахань, Саки, Севастополь, везде приходят десятки родителей иногда и не вмещают помещения, которые мы находим, для того, чтобы мы могли обсудить эти вопросы. Наши конференции с медицинскими выкладками по 6-7-8 часов происходит, как вчера в Астрахань, потому что родительского отпора, 11-летней борьбы и побед с этим произволом и самоуправством властей в этих сферах. Я не случайно спросил вас о региональной активности, потому что мы уже привыкли к определенному подходу в средствах массовой информации, что вот эта протестная активность, критическая, имеет какой-то, знаете, точечный характер каких-то, как пытаются представить отдельных активистов, порой часто маргинализируют эти движения, эти общественные организации. А из ваших слов вполне фактически явствует, что это происходит по всей стране и достаточно большое количество людей уже вовлечены в эти процессы, правильно? Ну, вы знаете, по этим темам я собрал 65 тысяч подписей. Мы провели свыше 20 круглых столов в Государственной Думе. Но сейчас, когда в Москве нам запрещают политические митинги, мы подали заявку, нам отменили, запрещены круглые столы. Мы во всех регионах проводим конференции. Вот вы можете видеть родители, которые с нашим, так сказать, флагом родительского отпора везде собираются. Мы проводим современные конференции с демонстрацией многих материалов. То есть, ну тут другая проблема. К сожалению, чтобы ложь, лжи придать форму истины, они пытаются зачистить всех оппонентов всю иную точку зрения, заглушить, цензурировать и так далее. Информационное поле зачистить, я понял. Родители объединяются, мы все боремся. Николай Николаевич, наше время в эфире подходит к концу, потому что связь сегодня очень неустойчивая. Мы желаем вам, скажем так, успехов и всех правильных событий, хороших в вашей деятельности. На прощание скажите, пожалуйста, в какой следующий регион вашего присутствия, куда вы едете? Следующий регион Волгоград. А, Волгоград, да-да-да. С 12.00 до 19 конференцию в Волгограде, улица Новороссийская, если не ошибаюсь, дом 8. Можно зайти на сайт родительский отпор, на мою личную страницу, Мишусти, Николай, и там посмотреть. Но на самом, если у вас есть немножко времени, я бы вас хотел ознакомить с очень интересным документом, который просто шокирует всю прогрессивную публику. Если можно, очень кратко, потому что иначе мы сейчас прервемся. Да, пожалуйста, мы слушаем внимательно. Мы слушаем внимательно, только очень кратко, пожалуйста, мы слушаем. Вот смотрите, я вам сейчас хочу показать законопроект. Вы видите его сейчас на экране. Это законопроект о персональных данных, разработанный группой Всколково. В общем, в чем суть этого законопроекта, который вы сейчас видите на экране? То есть отмена превращения всех захваченных государством персональных данных в общедоступное. Вы видите список поправок, которые они хотят внести законопроект. Но в чем же суть, скажем так, данного законопроекта? Признать допустимым конклюдентное, а не только письменное согласие на предоставление доступа к нашим личным персональным данным, неограниченному кругу лиц. Предусмотреть презумпцию юридической общедоступности таких персональных данных, которые будут доступны неограниченному кругу лиц. И также, значит, снять ограничения на трансграничную передачу персональных данных, сделанным общедоступными субъектами. И сделать исключение истребований, обеспечивать конфиденциальность персональных данных. То есть мы с чем? Сейчас государство используется в виде троянского коня для того, чтобы захватить все наши персональные данные. А занесен в Госдуму законопроект о концессиях на той неделе. Все они передаются частникам по концессии. Частники становятся их полными обладателями. И вот уже разработан группа Исколкова новый законопроект, чтобы все государство выставить на цифровую панель, превратить все наши личные тайны, персональные данные в общедоступные. Мы правильно поняли, что сведения, о которых вы сообщили, будут в публичном информационном поле на ваших информационных ресурсах? Вы знаете, да. Оно цифровая экономика кулуарно разрабатывает, скрывая от депутатов и от общественности, вводя в заблуждение вот эти тайные планы интерпретации вносимых законопроектов. И, собственно говоря, об этом я рассказываю во всех регионах. Я предупреждаю, что нам грозит и как с этим бороться по многому спектру. А то многие считают меня конспирологом, но, к сожалению, к счастью, видя на этих документах, вы видите, что каждую свою позицию мы можем абсолютно подтвердить юридически. Николай Николаевич, мы признателен вам за связь. Мы выходим из эфира, потому что время наше сейчас истекло. Будем на связи в следующий раз. Спасибо вам. Спасибо. А сейчас я подытожу этот интересный и очень большой выпуск, который частью прошел в прямом эфире, а частью на скайп-связи с Николаем Николаевичем Мишустиным. Мы очень благодарны Елене Юрьевне Жгутовой за то, что она посетила нашу студию и практически оказала нам честь в нашей пилотной программе на эту очень важную тему. В свою очередь мы извиняемся за то, что, возможно, какие-то вопросы были с нашей стороны весьма банальны и общи, но таков уровень действительно по стране осведомленности населения. И мы не исключение. И мы не исключение в этом плане. И в итоге я хотел бы сказать следующее о выпуске «Цифромир» или «Цифроад» на дистанте. Мы рассмотрели целый спектр, бегло, правда, рассмотрели, но тем не менее целый спектр вопросов, которые напрямую касаются семьи, семейных ценностей, непосредственно наших гражданских прав. И хотелось бы сказать, пока искусственный интеллект, дистант, новая этика ювенальной юстиции, выражаясь словами классиков, захватывает телеграфы, вокзалы, банки и даже театры, храмы, пробирается к нам семейный ольков, может быть, мы где-то прислушаемся к аргументам двух сторон и оставим терпимость для домов терпимости и ватиканской толерантности. Культурная контрреволюция в умах за баланс человеческих, гражданских и государственных ценностей. Я думаю, что с этим согласятся многие. Всего вам доброго и спасибо. Спасибо вам.